5 минут и маска из стопроцентного хлопка готова. Вера Пудакова в швейном деле уже полвека. Правда, раньше она мастерила одежду, которая должна украшать человека, а теперь задачи иные. Шьем маски пока, придется необходимость, так что надо это помочь стране. Ну и сколько? Могу 200 шить. За день? Да. Вот черные, серые, белые, всякие у нас, оранжевые, красные, всех расцветков и сушьем. И все разные модели у нас. Мастерицы и сами пользуются своими изделиями. Такие маски приятны к телу, в них несложно дышать и кожа не потеет. А после стирки иглашки они как новенькие. В день на трикотажной фабрике производят полторы тысячи вот таких тканевых многоразовых масок. Причем и формы здесь эксклюзивные. Так комфортнее. Чтобы получить такую маску, используют четыре тканевых лоскутка вот такой формы. Самарские предприятия начали изготавливать маски по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас пошивым средств защиты занимаются шесть предприятий в регионе. Мы съездили в Министерство легкой промышленности и сразу же откликнулись на призыв о помощи в производстве масок. И уже почти две недели отшиваем только маски на нашем производстве. Из-за того, что предприятие пошло навстречу региону, убытков не терпят. Себестоимость одной маски 35 рублей. Заказы уже идут от ведомств, районных администраций, силовых структур и не только. Простоя в работе нет. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok